Это большая, большая ошибка. Это звучит как ужасная идея. Сумасшествие, просто сумасшествие. Люди на улицах Нью-Йорка, журналисты, политики. Новость о том, что Трапп намерен разорвать ракетное соглашение с Россией. Второй день на американских каналах — это одна из важнейших тем. Это большая, большая ошибка. Необдуманно выйти из исторического соглашения, которое подписали Рейган и Грабачёв. Это большая часть наследия Рейгана, и мы не должны вот так избавляться от него. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности три десятка лет фактически сдерживало наращивание боекомплектов. Тогда, в конце 80-х, и Вашингтон, и Москва уничтожили в общей сложности 2500 ракет и договорились не иметь их в будущем. Разорвать всё это одним розчерком пера решение опасное, считают в российском МИДе. Есть вопросы, которые требуют профессионального, не мегафонного, не микрофонного обсуждения в соответствии с теми процедурами, которые в каждом из этих договоров заложены. Мы свои подходы и в отношении договора о ракетах средней и меньшей дальности, и в отношении договора об СНВ-3 сформулировали достаточно давно и конкретно. Вашингтон не раз заявлял, что Россия якобы нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но конкретных доказательств предоставлено не было. О том, что Вашингтон сам давно подрывает договор о новых заявлениях США, ни слова. Например, о размещении в Польше и Румынии пусковых установок МК-41. О применении ракет-мишеней для тестирования систем противоракетной обороны, которые по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Об этом ещё год назад говорил Владимир Путин. События, касающиеся в Европе, речь идёт именно о наступательной инфраструктуре, которая там создаётся. Причём речь идёт о нарушениях со стороны Соединённых Штатов положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Желание Трампа рубить с плеча, утверждают эксперты, обусловлено тем, что выход из соглашения сами Соединённые Штаты напрямую не затрагивает, учитывая, что дальность запрещённых ракет не выше 5,5 тысяч километров. Договор РСМД был нужен для создания стратегической стабильности на европейском континенте. С его помощью хотели снизить напряжённость, и заключённые договорённости с тех пор продолжали соблюдаться. Реакция европейцев не заставила ждать. Президент Франции Макрон уже обсудил это с Трампом по телефону. Президент республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности. Вот что заявил госминистр в МИДе Германии Нильс Амен. Разрушительное решение Дональда Трампа — выйти из договора РСМД. Мы продолжим работу над ядерным разоружением. Также мы призываем Россию придерживаться взятых на себя обязательств. Европа сейчас должна предотвратить новое наращивание производства ракет средней дальности. У американцев сильно напрягается отношение с европейцами. И европейцы уже подумают на эти обослабления НАТО и создание своей военно-политической системы. И поэтому, чтобы привязать европейцев к Соединённым Штатам, поставить их в большую зависимость, вот они нагнетают вот эту вот ситуацию с Россией. Россия как угроза. Сильно обеспокоены не только европейцы. Угрожая выйти из соглашения, обвиняя Россию в нарушениях, Трамп несколько раз упоминал Китай. Но он вообще не является стороной договора. Односторонний выход из договора окажет негативное воздействие на множество сторон. Необходимо отметить, что обвинять Китая в одностороннем выходе из договора — это полная ошибка. Мы надеемся, что все задействованные стороны ценят достижения, которые являются результатом многолетнего упорного труда. В российском МИДе подчеркивают, если же США откажутся выполнять условия договора, последуют ответные меры. Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что Соединённые Штаты тоже не откажутся от своей доли ответственности. Ожидается, что именно этот вопрос станет основным во время визита советника Трампа известного критика ракетного договора с Россией Джона Болтона в Москву. Сегодня он уже встретился с секретарём Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Переговоры идут за закрытыми дверями. Редактор субтитров А.Семкин